Россия может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности. Ядерное сдерживание осуществляется в отношении потенциального противника. Речь идет об отдельном государстве и военной коалиции, обладающих в том числе ядерным оружием. Сдерживание также касается государств, которые предоставляют контролируемую ими территорию для подготовки агрессии против РФ. Агрессия любой страны из состава военной коалиции против РФ и союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом. Агрессия против России и ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерной страны рассматривается как их совместное нападение. Сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противникам неотвратимости возмездия в случае агрессии. Оно осуществляется непрерывно в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время, вплоть до начала применения ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование западных неядерных ракет со стороны Украины против РФ, согласно новой доктрине, может повлечь ядерный ответ. Пресс-секретарь президента России 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 Пресс-секретарь президента России